Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу врач-токсиколог Алексей Водовозов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и сегодня мы хотели бы поговорить о второй волне COVID-19. Вот как считаете, началась она? Потому что мы вчера видели карту, на которой Латвия отмечена белым. Это одна из немногих стран, которая считается безопасным сегодня. Можно ли говорить о том, что мы сейчас переживаем вторую волну все вместе? Вы знаете, наверное, тут можно говорить по-всякому, потому что это скорее такой не эпидемиологический термин, а может быть даже журналистский. Потому что как определить вторую волну? Я понимаю, если был действительно высокий уровень заболеваемости, например, потом он скатился практически в ноль, то есть там были единицы случаев, а после этого начался резкий рост. Через некоторое время там, предположим, уже больше, чем два максимальных инкубационных периода и так далее. Ну, может быть, да. И если мы посмотрим действительно на графики прироста в разных странах, ну да, в некоторых мы можем прям говорить, что там очень похоже на вторую волну. Ну, в Австрии, например, похоже. Это похоже в Израиле, например, и так далее, и так далее. А в большинстве случаев, наверное, все-таки у некоторых еще и первая толком не закончилась. Ну, если говорить, например, про нашу страну, то у нас постоянно было на уровне нескольких тысяч заболевших по стране в день. То есть не сказать, что сейчас у нас вторая волна, ну, вряд ли. Скорее всего, это была просто придавленная чуть-чуть первая. Да, то есть мы во всем мире вводили ограничительные мероприятия, и мы ее чуть-чуть придавили. Потом, когда мы эту крышку приоткрыли немножко, да, люди стали активнее ездить, активнее общаться и так далее, и так далее. Сейчас мы видим вполне закономерный итог. Кроме того, закончились каникулы, начались занятия в вузах и в школах. Это тоже вносит свою лепту в эпидобстановку, да. И если смотреть по тем же Соединенным Штатам, там очень есть четкая картина. У них пораньше немножко учебный год начинается в некоторых вузах. И было прям очень заметно, как подрастало количество заболевших в некоторых университетах. Даже из-за этого опять начали переводить народ на дистанционку, ну и так далее. То есть, ну, наверное, да. Наверное, это как бы не то, что там прям вторая волна, да, что у нас вот ушло заболевание, а потом начались повторные случаи заражения. То есть вот это бы можно было сказать о второй волне. А так мы все еще, думаю, разгребаем последствия первой. Ну, то есть точечно можно сказать, что она началась, но все индивидуально очень. Да, да, конечно, индивидуально, потому что, скажем, по большим странам, ну, по тому же Китаю, по той же, не знаю, Индии, по Соединенным Штатам, по России, сложно говорить о второй волне в рамках страны. Там какие-то регионы, штаты или провинции, они действительно идут немножечко вниз, а какие-то прям активно растут. Ну, вот у нас как было, у нас народ съездил активно на наш юг отдохнуть, да, и теперь не менее активно все это оттуда привез, и плюс на юге сильно подросло. То есть коллегам приходится достаточно непросто, там приходится даже роддома некоторые переквалифицировать под ковидные стационары, потому что просто не рассчитан на такой объем заболевших их емкость коечная. Ну, кто-то надеялся, что как только будет разработана вакцина, то, значит, можно уже будет говорить о том, что коронавирус побежден, и все снова придется в такую норму. Сейчас мы видим, что российская вакцина, она разработана, кто-то даже уже привился, ну, в частности, там и первые лица, ну, там, не знаю, политики, да, дети тоже первых лиц, да. А оправданы ли вообще были эти ожидания, что как только вакцина будет создана, то все будет хорошо? В принципе, да, потому что это единственный способ управлять вот такой инфекцией, потому что ковид – это не карантинная инфекция. Ну, примерно как грипп, да, и все остальное, мы не сможем закрыться в каком-то бункере надолго, да, всем человечеством и пережидать, пока он куда-нибудь уползет. Он все равно будет присутствовать на земном шаре, да, то есть он прекрасно перемещается между видами, ну, конечно, не так замечательно, как грипп, это вообще чемпион мира, можно сказать, в этом смысле, но, тем не менее, он умеет уходить в резервуары природные, он подождет нас, то есть он никуда не денется. Поэтому, да, действительно, единственный вариант – это дождаться вакцины. Для этого, собственно говоря, все эти ограничительные мероприятия-то и вводились, чтобы просто меньшее количество народу проконтактировало с этим возбудителем и было как можно меньше жертв, ну, по возможности, конечно. Вакцин много, я не скажу, что она одна, и не только в России, например, уже сейчас пять вакцин разрешены для ограниченного применения, из них только одна российская, а четыре остальные китайские. И еще около десяти вакцин уже на подходе, то есть они заканчивают свои регистрационные мероприятия и где-то, скажем, в октябре уже в Соединенных Штатах появятся, в Евросоюзе и так далее, и так далее. То есть все активно завершают, скажем, эту вакцинную гонку. Дальше уже будем смотреть, у кого она или хотя бы достаточно эффективная, ну, там, у кого более эффективная, это уже будет сказать сложно, но у кого хотя бы вот эту 50-процентную планку, она перескочит. Потому что есть такое, ну, как бы общее, наверное, стремление всех производителей создать вакцину с 50-процентной защитой, хотя бы. Вот если она будет достигнута, это будет считаться поводом для ее окончательной регистрации. То есть получается, что вакцина не дает 100-процентной гарантии или хотя бы 90-процентной гарантии от того, что вы не заболеете? А вы знаете, ни одна вакцина такого не дает на самом деле, потому что у них есть разные, есть несколько аспектов применения вообще, в принципе, любой вакцины. Конечно, мы, первое, это мы стараемся защититься. Да, это, но это не всегда возможно, далеко не все вакцины дают 100-процентный результат. Это первое. И второе, мы стараемся снизить количество число тяжело текущих инфекций. Да, если вакцина позволит нам снизить тяжесть заболевания, если уменьшится количество, например, летальных исходов, уменьшится количество госпитализаций, это, в общем-то, будет тоже считаться, что вакцина сработала достаточно неплохо. То есть человек может, вакцинированный человек, просто легче переболеть каким-то заболеванием и тогда это? Да, да. Ну, как вы российскую вакцину от коронавируса оцениваете, учитывая, что она не прошла, как мы знаем, последнюю фазу испытаний, но была опубликована в одном из, насколько я знаю, авторитетных научных журналов в области медицины? Там не совсем было так. То есть опубликованы были результаты первой, второй совмещенной фазы. Ну, скажем так, это чистая первая была, если говорить по, так сказать, всем критериям, по всему остальному, ну ладно, это как бы мелочь, потому что те основные, скажем так, претензии, которые там высказывались по поводу публикации, что были некие статистические, скажем так, может быть, погрешности, может быть, еще что-то в этом роде, но сейчас вроде бы уже разобрались, то есть той группе итальянских ученых, которая это начала, то есть они предъявили претензии, сказали, что вот здесь не видно, ну, вернее, вот здесь вот как-то странно выглядят графики, вот здесь там какие-то ступеньки и прочее, прочее. Им был дан ответ, достаточно подробный, он опубликован и письмо итальянцев, и ответ российских разработчиков в том же Ланцете в порядке научной дискуссии, то есть так нормально, так должно быть, это хорошо, это замечательно, что такая открытость есть. И они все полностью объяснили, по крайней мере, теперь претензий по поводу каких-то сфабрикованных результатов этого нет. Остается единственная большая претензия, да, то, что это чистая первая фаза все-таки. Но тут нужно учитывать, что во многих странах, во многих странах сильно упростили, скажем так, процедуру регистрации и проведения клинических исследований, потому что мы находимся в состоянии войны, по сути, да, войны с коронавирусом, поэтому стараются, чтобы хоть что-нибудь, так сказать, вышло вперед, да. И почему, например, вот эту вакцину зарегистрировали у нас сначала, то есть сразу после первой-второй фазы, потому что было принято соответствующее постановление российского правительства, то есть с точки зрения законодательства тут все чисто, тут все нормально, оно как бы вполне оправдано. Это первое. И второе, все-таки аденовирусные векторы, они известны медицине лет 50, уже именно как носители вакцин в Соединенных Штатах, в армии США, ну, я как бывший военный медик этот факт немножко знаю, они с 1971 года применяют аденовирусы 4 и 7 типа для того, чтобы делать различные прививки для своих военнослужащих. За это время накоплен огромный опыт, он обобщен, он, так сказать, весь проанализирован, опубликован, и понятно, что никаких тяжелых последствий не вызывают эти самые аденовирусы. Единственный минус, какой может быть у этой вакцины, она может оказаться малоэффективной. То есть она будет безопасной, скорее всего, да, вот как раз на те самые 99% мы можем утверждать, но она может быть малоэффективной. Почему? Потому что аденовирусы мы знаем, мы с ними сталкиваемся в сезоне ОРВИ. Они у нас регулярно есть, и к некоторым из них вырабатываются достаточно неплохой иммунитет. И, скажем, вот этот самый распространенный аденовирус 5 типа, к нему примерно у третьего населения есть иммунитет. Поэтому, скажем, вот эта первая российская вакцина, гамалеевская, да, она сделана на двух векторах, на пятом и на 26-м. Для чего? Именно для того, чтобы если вдруг у человека уже существует иммунитет к пятому, ну, 26-й это чрезвычайно редкий, и уж он-то должен будет сработать как вектор. Вот вы сказали сейчас о безопасности, и было исследование Гамбургского центра по вопросам экономики и здравоохранения. Они показали, что в Европе уровень готовности к вакцинации против коронавируса, он снижается, и это обусловлено тем, что люди беспокоятся о побочных эффектах от вакцины. Вот вы можете это беспокойство как-то разделить? Ну, это само собой, это норма, скажем так. Беспокоиться – это, естественно, норма. То есть всегда нужно понимать, что вакцина должна быть, конечно же, в первую очередь безопасной. Но тут нужно вот такую вот тонкость понимать. Почти никто не стал изобретать велосипед. То есть все взяли старые велосипеды, испытанные, да и просто на них повесили новые педали, рули, фары. Всё. Не более того, то есть это, ну, аденовирусы, опять же, я сказал, известны 50 лет. Они изучены прямо вдоль и поперёк. Потом такой подход, как использование цельноберионных вакцин. То есть мы берём вирус, убиваем его, уничтожаем гарантированно. То есть он не умеет размножаться уже вообще никак. И вводим в организм исключительно как обучающий материал. Опять же, это тоже достаточно неплохо известно, и всё это применяется. Поэтому с безопасностью, скорее всего, проблем не будет. По крайней мере, все те данные, которые есть в мире, опубликованные, они говорят о том, что в лучшем случае есть местные реакции. Но это как бы норма. То есть так, в принципе, бывает, что болезненность в месте укола и небольшое покраснение, может быть, даже подъём температуры в первые сутки, это нормальные реакции. Это, по большому счёту, может свидетельствовать о том, что просто иммунитет включился в работу сразу, как-то на это прореагировал и так далее. Долговременных осложнений, то, что называется, поствакцинационных, пока что не отмечалось. Да, вот есть пока что вопросы по оксфордской вакцине, где вдруг внезапно выплывет два случая поперечного миелита, непонятно пока, что это. То есть сейчас как раз приостановлено это исследование, проводится изучение вот этого всего материала, чтобы понять, вызывала ли это вакцина, либо это просто были люди, у которых это состояние должно было возникнуть, в принципе, вообще по жизни, что называется. Когда будет всё это закончено, я думаю, всё возобновится. Опять же, существует, понимаете как, существует определённый перечень поствакцинационных осложнений, которых мы знаем. То есть то, что могут вызывать вакцины. Ну, самый распространённый, анафилактический шок, например. Некоторые полиневриты, там, предположим, или ещё что-то. То есть есть определённый перечень, мы с вакцинами знакомы, в общем-то, уже достаточно неплохо. Первая вакцинация у нас была 14 мая 1796 года. Вот за это время мы всё-таки накопили большой объём информации, мы переработали, и можем говорить, что в большинстве случаев вакцины всё-таки безопасны. Да, есть осложнение где-то один раз на один миллион введённых доз вакцины. Но если мы сравниваем это с последствиями натуральных, естественных инфекций, то там осложнения развиваются гораздо чаще. Мы просто меняем меньшее зло на большее. Вот и всё. В чём специфика? И есть ли специфика российской вакцины «Спутник-5» и её отличия от китайских и оксфордской? То есть это разные всё-таки модели используются? Или они плюс-минус одинаковые используют вектор и базу для создания вакцины? Принцип примерно тот же, что у оксфордской, что у сенофармовской, китайской, что у гамалеевской вакцины. Скорее всего, общая черта – это векторы. То есть аденовирусные векторы. При этом оксфордская вакцина сделана на аденовирусе шимпанзе. Видимо, с тем расчётом, что наш иммунитет его не распознает и не станет убивать. Поэтому может быть такой подход оправдан. И если мы смотрели результаты по иммуногенности, в общем, да, достаточно неплохие. То есть нарабатывается титр, антител. Защитный или нет, вот это сказать мы пока не можем. Никто в мире сказать не может, потому что мы до сих пор не знаем, какой титр должен быть защитным. Мы сравниваем с переболевшими, что примерно на том же уровне, как и у переболевших. Ну, наверное, это хорошо. А сколько нужно конкретно, пока что никто в мире сказать не может. Чем отличается? Тем, что она двухкомпонентная. Бинарная, да? Я сказал, аденовирус пятого типа. Второе введение через три недели это аденовирус двадцать шестого типа. Двухкомпонентных, насколько я знаю, нет. Астрозенека и вместе с Оксфордом они в своей вакцине у десяти людей, то есть тоже на очень небольшой выборке, сделали двойную вакцинацию. То есть двумя дозами одного и того же вектора. И вроде бы как там вот как раз у них тоже получились достаточно неплохие результаты. Как в итоге будет выглядеть схема вакцинации у Оксфорда или у каких-то китайских вакцин, но это будет понятно по итогам третьих фаз, которые сейчас во всем мире идут. Да, вы сказали про старый велосипед, и я просто хочу спросить у вас о лекарстве от коронавируса, которое сейчас также в России. Я понимаю, оно не создано, но оно как-то усовершенствовано возможно. Или же нет? Ну вот лекарство называется Алипривир. И что вам известно об этом препарате вообще? Ой, с этим хуже гораздо, чем с аденовирусной вакциной. То есть если по ней есть хотя бы старые наработки, то есть это известно, что это за вакцина и так далее, и так далее. Есть публикация в Лансити, есть обсуждение достаточно неплохое, это по фавиперавиру, ничего такого нет вообще, в принципе. И всё, что есть по этому препарату накопленного в мире, опять же, он не первый год существует, его достаточно давно разработали. У него тоже там такое достаточно туманное военное прошлое. Говорят, что он вышел из лаборатории американского ведомства DARPA, то есть которое работает на Минобороны. И изначально его пытались пристроить к борьбе с вирусом Эбола. Почему? Ну потому что вирус Эбола, там вирус Марбурга, ему родственный, они долгое время рассматривались в качестве потенциального биологического оружия в будущих войнах. И поэтому во всех странах разрабатывали противовирусные препараты. Вот их два таких наиболее известных, ремдесивир и вот как раз фавиперавир. Фавиперавир, к сожалению, оказался абсолютно неэффективным в этом смысле. И у него ещё гора побочек, особенно для беременных, например. То есть он противопоказан при беременности, в принципе, у него тератогенный эффект выявлен. Ну и плюс там достаточно много со стороны остальных органов и систем в том числе. Поэтому американцы не стали с ним работать, с ним стали работать японцы, они попытались пристроить его к гриппу. Опять же, получилось очень плохо. И сейчас японцы опять же не останавливались. Компания Fujifilm, которая продвигает один из вариантов фавиперавира местного, они вот только что буквально недавно выпустили пресс-релиз. Мол, мы закончили третью фазу, у нас всё хорошо. Но даже если почитать пресс-релиз, там не всё хорошо далеко. Они очень многие моменты умалчивают, либо обходят их осторожненько так. Похоже, что всё-таки у него особой эффективности именно против коронавируса нет. Зачем его производят, продают? Ну, видимо, потому что могут. Видимо, можно. Вот единственное, что можно предположить по этому поводу. Да, но стоит ведь, он стоил 12 тысяч рублей, сейчас его там скидка до 8 тысяч, насколько я помню из последней информации. То есть, это достаточно большие деньги. Вы знаете, это очень немаленькие деньги. У нас уже шутили, что это такая будет отсечка своеобразная. То есть, люди посмотрят, сколько он стоит, они станут его покупать в аптеках. То есть, может быть, это как раз и хорошо будет. На самом деле, если мы посмотрим его в сравнении с другими препаратами, то выходили даже статьи где-то, я боюсь ошибиться, то ли в апреле, то ли в марте, где сравнивалось производство, то есть, стоимость производства различных препаратов против коронавируса, вот в том числе и фавоперавира, он и там был самый дорогой. То есть, там получалось 1 доллар 45 центов за суточную дозу при длительности курса в 2 недели. Вот можно прикинуть, сколько оно стоит. Да, то есть, у нас примерно такой же порядок цены. Почему, если он неэффективен? Как вы говорите, что его эффективность, она, ну, сомнительно хотя бы так. Почему-то это такая цена? Степляются же за всё, да, то есть, пытаются прицепиться хоть за что-нибудь. Вспомните, например, прекрасная история с гидроксихлорохином, да, сколько от него пришлось отбиваться всем миром, как он отлично, скажем так, позиционировался, продвигался и закупался в гигантских количествах. Здесь история примерно такая же. Но вообще существуют ли какие-то в природе препараты, которые разрушают коронавирус, лекарства? Вы знаете, чтобы так в человеческом организме, нет. Вот есть в клеточных культурах, есть в мышах. Вот более-менее что-то вот там работает. А вот на людях, ну, почему-то никак не получается. То есть, сколько было публикаций о том, что вот уже всё, теперь точно изобрели моноклональное антитело, которое победит этот коронавирус окончательно и бесповоротно, нет. И опять выясняется, что это всё на мышах, а когда до людей доходит, ну, ничего не получается. У нас около 300 препаратов в мире сейчас исследуются именно в клинических исследованиях, то есть уже на людской стадии. И обнадёживающих результатов пока что никаких, к сожалению. То есть максимальную эффективность у нас показывают наши традиционные противовоспалительные средства типа дексаметазона, то есть простейшие вот эти вещи, да, и плюс антикоагулянты. То есть не этиотропная терапия, что называется, мы не бьём по вирусу, а мы бьём вот именно на звенья патогенеза. И вот, видимо, так и будем делать до всеобщей вакцинации. Но есть ведь клинические рекомендации Министерства здравоохранения российского, и туда входит даже орбидол, такой препарат. Ну, как же без этого? Ну, вы же понимаете. Без него у нас ни одна, так сказать, рекомендация не обходится. И вполне понятно, почему. Да, бизнес-интересы никто не отменял. И вот это лоббирование, оно, в общем-то, во всём мире присутствует. Просто у всех, скажем так, в каждой избушке свои погремушки. У нас вот такая, к сожалению. Да, тоже исследовался. Причём он же не только у нас производится, он в Китае производится, много где ещё. Китайцы свой вариант обязательно прокатали через исследования. Ну, в общем, там была, опять же, крайне неубедительная информация об эффективности, поэтому в Китае, скажем, его перестали применять и так далее. Ну, у нас понятно, почему. Сделаем сейчас небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Врач-токсиколог Алексей Водовозов с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв с нами на прямой связи. Алексей Водовозов, врач-токсиколог, военврач. Здравствуйте. Здравствуйте ещё раз. Да, и мы также обращаемся к вам. Звоните, задавайте свои вопросы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, вот вы, кстати, говорили о побочных эффектах от вакцины. Я недавно делал вакцину от гриппа, и меня как раз предупредили, что будет болеть рука, и она болела два дня. Мне, кстати, стало интересно, с чем связан этот процесс, то есть, что происходит с организмом, почему действительно вот это место укола болит, ведь это, как я понимаю, болит не то, что вам проткнули кожу, а что-то другое. Вот что же на самом деле происходит? Ну, там же не только кожа протыкается, там же и мышца в том числе. То есть, это внутримышечная инъекция, а здесь пространства не так много. Даже если мы туда введём полмиллилитра, миллилитра какой-то чужеродной жидкости, пока она рассосётся, да, будет присутствовать вот эта самая боль, вполне понятно. То есть, это ещё раз, это одна из составляющих. Вторая составляющая, то, что там находится антигенный материал, который, по идее, должен вызывать иммунную реакцию. И наша самая такая распространённая иммунная реакция, самая известная, это воспаление. И она как раз сопровождается и покраснением небольшим, да, и локальным подъёмом температуры, и в том числе болью, болезненностью. То есть, у этого эффекта несколько составляющих, несколько слагающих. Ну, вот я тут, если что, участвую как раз в этой третьей фазе в качестве добровольца, да, по гамалеевской вакцине. В пятницу мне её ввели, первую дозу, и тоже, да, где-то в течение суток болело правое плечо, как раз туда, куда укололи, а потом всё. Потом тихо, больше никаких побочных эффектов не было, как видите, живой, здоровый пока что, по крайней мере. Но вам ещё необходимо ввести вторую, да, часть? Да, через три недели, да. А почему, кстати, используется такой срок? Потому что разные вакцины, которые используются, ну, которые вводятся несколько раз. Разные векторы, да, разные векторы. И такой срок, потому что на выработку антител требуется примерно две-три недели. После этого вводится второй для того, чтобы что произошло, то есть... Значит, здесь мы либо закрепляем успех, либо, если в том случае, когда был уничтожен предыдущий аденовирус иммунитетом, да, то есть они были с ним знакомы, просто чтобы уже следующий сработал как вакцина. То есть сработает либо оба, либо вторая вакцина. А как это определяется? То есть это по анализу крови можно определить или каким-то другим способом? Это можно определить по анализу крови, но поскольку массово, рутинно такие анализы всё-таки делать не будут, да, то есть именно поэтому просто как подстраховка. То есть мы делаем два разных вектора именно для того, чтобы вакцина гарантированно сработала. В исследованиях первой фазы, ну, первой-второй, которая якобы совмещенная, там было достаточно неплохо показано, что да, действительно у всех участников был выработан достаточный титр антител именно после двух инъекций. И как я сказал, оксфордская вакцина, они тоже у них наибольшие, ну, наиболее эффективные результаты оказались после двух инъекций одного и того же вектора. В принципе, вот эта идея, когда делается сначала вакцина, а потом так называемые бустеры, да, или ревакцинация, она широко используется. Почему? Ну, потому что иммунный ответ после любой вакцины, он слабее, чем после заболевания. Да, и нам иногда приходится несколько раз повторять иммунитет, то, что вот, вот на него нужно реагировать, на этот антиген. Учись, учись. И в некоторых случаях по пять, по шесть ревакцинации приходится проводить, прежде чем выработается нужный уровень защиты. Ну, вот вакцина от клещевого энцефалита, я как-то уже с вами в эфире эту тему обсуждал, что когда я делал первый укол, потом через некоторое время второй, а третий нужно делать через год. То есть, там совершенно разные такие временные рамки. И все равно это дает вот эта вакцина, которую я делаю третий раз через год, даст мне иммунитет на семь лет, предположить. Да, да. А почему на семь лет? То есть, это все оценивается, это все высчитывается. То есть, для чего проводятся вот эти все исследования, да, то есть, чтобы мы могли сказать, как долго действуют вакцины. Некоторые из них действуют очень долго, да, некоторые по 20, по 30 лет, некоторые вообще пожизненные дают иммунитет. Но нам нужно понимать, да, то есть, как часто повторять те или иные инъекции, да, нужно ли вообще повторять и так далее. Именно для этого проводятся исследования, оценивается уровень иммунитета и смотрится, сколько времени он сохраняется. А пожизненный иммунитет вырабатывается при каких обстоятельствах? Опять же, учитывается специфика вируса и заболевания, от которого может быть пожизненный иммунитет? Ну, конечно, у нас в большинстве случаев каких-то тяжелых инфекций у нас вырабатывается пожизненный иммунитет просто по факту перенесения. То есть, мы переболели корью, все, у нас пожизненный иммунитет. Но для того, чтобы получить пожизненный иммунитет прививочный, нам нужны две инъекции, да, то есть, две инъекции вакцины. Это, кстати, тоже стало известно по результатам исследований, потому что сначала докололи одну. И видели, что, в общем, да, конечно, заболеваемость и все остальное снизилась с одной стороны, но с другой стороны недостаточно. То есть, были вспышки и все остальное, провели исследование, оценили иммунитет, и выяснилось, что у части людей вырабатывается недостаточный уровень защиты. Поэтому, скажем, стали делать две инъекции против кори. Против полиомиелита, там вообще 5-6 прививок приходится делать и так далее. То есть, это, конечно, очень сильно зависит от конкретики, какой конкретно возбудитель. Ну, про иммунитет от коронавируса мы сейчас не можем этого сказать, потому что есть случаи повторного заражения, уже официально подтверждённые где-то, но они единичные. Их 10 штук уже. То есть, о чём это может говорить? Это может говорить о разном. Да, действительно, может быть при некоторых обстоятельствах возможно вторичное, скажем так, заражение. И не исключено, что переболевание конкретно под коронавирусом, если мы говорим конкретно о нём, может не давать стойки пожизненный иммунитет. Это действительно такое есть. Сейчас накапливаются данные, то есть, анализируется в том числе иммунология тех людей, которые переболели. И по непонятным пока для нас причинам у некоторых людей действительно остаются такие дыры в иммунитете. А у некоторых, скажем, нет антител, но при этом есть очень неплохой клеточный иммунитет. То есть, Т-клетки прекрасно реагируют, распознают заражённые коронавирусом человеческие клетки и уничтожают их, не давая развиваться инфекции. То есть, там пока что информация накапливается, мы её складываем в одну отдельную папочку, анализировать, видимо, уже будем потом, когда всё закончится. А почему иммунитет забывает, если так говорить простым языком, через некоторое время некоторые заболевания? Вот мы говорили о том, что от некоторых вирусов можно получить пожизненный иммунитет, а некоторые, в общем-то, иммунитет забывают о них через какое-то время. Вот почему это происходит? По причине того, что вирус мутирует? Да. В основном, да. То есть, мы получаем иммунитет к какому-то штамму конкретному и какой-то конкретной разновидности вируса. А почему, например, мы болеем теми же ОРВИ в течение всей жизни? Потому что там больше 200 возбудителей. И у каждого там ещё огромное количество вариантов. То есть, нам на всю жизнь хватит. Но если мы переболели каким-то конкретным вирусом кори или каким-то конкретным вирусом ещё другим, мы к нему, скорее всего, получим пожизненный иммунитет. Это, правда, не всегда справедливо. Например, вирус Герпеса. Да, у нас это большущая проблема, потому что почти 95% населения Земли к концу жизни уже инфицированы этим самыми вирусами. Но они с нами живут, скажем так, без эксцессов. То есть, они сидят себе в нервной системе, персистируют, что называется, и только когда у нас начинаются какие-то проблемы с иммунитетом, вот выскакивает либо это простуда на губах, что называется, либо опоясывающий лишай, либо ещё что-то в этом роде. Это особенность конкретно вируса Герпеса, например. Что с коронавирусом, не очень понятно, будем смотреть. То есть, по крайней мере, по тем работам, которые есть по человеческим коронавирусам, а у нас их 4 штуки уже, то есть, те, которые как раз в этих сезонных нападках на нас у РВИ присутствуют, вроде бы как там иммунитет есть. Насколько он длительный, пока сказать сложно. Ну, какие природные источники или природные очаги, может быть, вируса сегодня беспокоят учёных? А все. Мы же, в основном, из-за чего мы сталкиваемся с этими коронавирусами, и с первым в 2002-2003, и с ближневосточным, мы продвигаемся постепенно в те ареалы обитания, скажем так, тех живых существ, с которыми мы раньше не сталкивались. Человек достаточно экспансивно внешнюю среду осваивает, вырубает там леса и так далее, доходит до каких-то пещер, до каких-то прочих интересных мест, где живут те же летучие мыши. А летучие мыши – это, в общем, такой достаточно очень интересный биологический объект. Это своеобразный инкубатор для некоторых вирусов, поскольку они впадают в спячку, у них иммунитет нейтрально относится к очень многим вирусам. И вирусы, в общем-то, тоже не уничтожают летучих мышей. Это такое приспособление, которое выработалось там тысячелетиями эволюции. И когда мы уже начинаем контактировать с такими мышами, либо с животными, которые с этими мышами контактировали, вот для нас уже это становится новостью, это становится опасностью и так далее, и так далее. Таких переносов много, и они будут еще, их будет больше. То есть это далеко не последняя наша встреча с каким-то экзотическим и раньше еще неизвестным для нас вирусом. Насколько домашних животных можно считать опасными переносчиками? Потому что я читала предположения о том, что вирус кори, он передался от собаки, ну там оспа от верблюда, ну я не знаю, насколько это соответствует действительности, но вот такие предположения я читала. Не совсем. Вирус кори – это бывший вирус чумы крупного рогатого скота. То есть где-то тысячу лет назад примерно наши коровы нам его подарили. Чуму, кстати, мы изгнали крупного рогатого скота, то есть ее больше нет на планете, зато у нас есть кори. То есть это уже теперь чисто человеческое заболевание. Оспу мы получили, натуральную оспу мы получили где-то 60 тысяч назад примерно от мелких грызунов в Африке. Ну поскольку человечество из Африки выбралось, там были наиболее плотные контакты, в том числе вот с этими грызунами. То есть такое происходит регулярно, постоянно. Да, действительно, и домашние животные могут быть резервуаром, и дикие. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Дмитрий меня зовут. Да, Дмитрий, слышу вас. Вопрос с вашему гостю. Вот мне интересно ваше мнение о адекватности реакции Всемирной организации здравоохранения на эту пандемию. Ну то есть носим маски, не носим маски, все сидим на самоизоляции, Швеция не сидит, они плохие, наоборот, Швеция не сидела, они молодцы, вы, в общем, неправильные. И вообще, ваша оценка Всемирной организации здравоохранения в целом. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, ну в целом нужно понимать, что ВОЗ это такая достаточно медленно работающая и забюрократизированная система, с одной стороны, а с другой стороны ее реакция изменяется в соответствии с теми научными данными, которые накапливаются. То есть да, по маскам была достаточно интересная такая подборка материалов до этого, но в основном на гриппе, конечно, поскольку изучались протективные свойства масок именно для гриппа. И та информация, которая была на начало эпидемии, я тоже ее озвучивал, что маски в основном должны находиться на больном, либо на медработнике, либо на том, кто ухаживает за больным. А сейчас ситуация немножко изменилась. То есть у нас накопилось достаточно большое количество информации по маскам и показано, что да, есть даже такие гипотезы, что они могут работать как своеобразная вариоляция. До вакцинации у нас была вариоляция от натуральной оспы, то есть брали просто частички вот этих вот струпьев, скажем так, от зараженного человека и вдували здоровому человеку. Примерно 20% заболевали настоящей натуральной оспой и примерно 80% получали нормальный пожизненный иммунитет. Для 10 века это было прекрасно, изумительно и замечательно, потому что это был вполне себе оправданный выбор. В наше время немножечко он по-другому выглядит, но то, что маски уменьшают количество вирусных частиц, которые попадают в наш организм, это действительно так. И вот сегодня есть гипотеза, то есть туда складываются определенные данные, которые получаются в остальных исследованиях, что не исключено, что маски позволяют в результате этого кратковременного контакта с небольшим количеством вируса хоть как-то наш иммунитет стимулировать и не давать развиваться тяжелым формам заболевания. То есть изменилась позиция ВОЗ нормально в соответствии с научными данными. Вот если бы они стояли на своем, вот да, претензии бы были, но они, насколько может вообще эта слоноподобная организация быстро повернуться, но они достаточно быстро и оперативно реагировали вот на все эти ситуации. Кстати, Швецию никогда никто молодцом не называл. Ну, там кто-то в качестве своего личного мнения говорил, а ВОЗ никогда официально Швецию молодцом не называла. И, кстати, сейчас, если мы посмотрим что заявил главный эпидемиолог Швеции, да, есть у него, по-моему, в Телеграфе, вот буквально недавно вышла статья о том, что он сказал, что, ну да, если что-то вдруг опять это пойдет у нас, то мы уже будем задумываться о частичных локдаунах, то есть не о полном, конечно, запрете и так далее, но там на 2-3 недели и ограничения в школах и так далее, мы этот опыт учтем, да, то есть мы, скорее всего, будем действовать уже по-другому. То есть все учатся. Учатся или организации в виде ВОЗ не учатся, это плохо. А когда она учитывает реальность объективную и ту научную информацию, которая получена, это хорошо. Ну вот, кстати, еще одна тема, которую хотели с вами обсудить, она связана с фосфином и Венерой, потому что анаэробные бактерии, как известно, производят фосфин, и здесь интересно, что, не знаю, может вы меня поправите, но, насколько я помню, анаэробная бактерия это столбняк, в общем-то, та самая бактерия, которая может провоцировать это заболевание с фосфином. Это большое количество, на самом деле, очень большое количество бактерий, ну, кластридии в том числе, да, то есть и не только столбняк, ботулизм, например, и так далее. Но тут специалисты уже сказали, что наличие фосфина это абсолютно не показатель того, что там что-то живет. Он может образовываться и при других обстоятельствах. Но анаэробные бактерии это проблема сегодня для медицины? Это всегда была большой проблемой и сегодня в том числе, да, потому что существуют те же кластридии, например, кластридия дефисель есть такая, то есть сложная кластридия. Почему она сложная? Это госпитальная инфекция. То есть это тот возбудитель, который питается антибиотиками на завтрак, обед и ужин, и который, ну, практически все, что вот вообще у нас есть в спектре, оно может быть устойчиво вообще ко всем антибиотикам, которые есть. В этом смысле, да, анаэробы достаточно большая проблема на сегодня. То есть если с Венеры их привезут, то это осложнит ситуацию? Вы знаете, нам своих хватает более чем достаточно. Вот, а венерианские это уже, я не знаю, нужно, во-первых, узнать, есть ли они там вообще в принципе, насколько я понимаю, Венера сам по себе объект очень сложный для изучения, да, там такие условия, что, в общем-то, как-то богине любви они абсолютно не соответствуют, там страх и ужас. И эту планету нужно было называть Марсом. На самом деле. Ну богиня любви может быть разгневанной, как известно. Ну, знаете, не настолько все-таки, это ужас какой, там что-то атмосфера кошмарная, что движется в другую сторону, хотя вот да, видите, движется в другую сторону, может быть, да, действительно. Но если все-таки продолжить тему анаэробных бактерий, ведь их доступ в организм, он осложнен, потому что столбняк, насколько я помню, делают при контакте там сильно глубоких ранах, потому что нужно, чтобы эта бактерия попала, и ее взаимодействие с кислородом, как я понимаю, ее разрушает. А как вот эти госпитальные инфекции анаэробные, как они вообще попадают, как они попадают? Вы знаете, не совсем так. То есть им не нужен кислород для размножения, вот так. Далеко не всегда кислородная среда их убивает, в кислородной среде они просто могут превращаться в споры и прекрасно пережидать неблагоприятные для себя условия и так далее. И напомню, что один из анаэробов это клостридия ботулизма, которую получить очень даже просто, достаточно съесть неправильно, так сказать, законсервированные грибы, рыбу, там какой-нибудь, не знаю, шпинат, там огурцы или еще что-нибудь в этом роде. То есть все, что контактировало с почвой, может быть источником заражения клостридия ботулизма. Например, если говорить о раневом ботулизме, например, он тоже присутствует, то есть мы можем получить столбняк, либо раневой ботулизм. То есть вот я, как военный, привит от раневого ботулизма, там был такой секс-то анатоксин, то есть 6 анатоксинов против 6 наиболее известных токсинов ботулизма вот нам вводили эту вакцину по схемам военного времени, что называется, да, и так далее. Попадают очень просто. Они живут, живут, причем где угодно. Были интересные очень исследования, которые показывали, что основных источников таких бактерий в больнице два. Первое – это канализация, то есть сливы вот этих всех, раковин там и так далее, и так далее, там, где есть некие отходы, хоть небольшое количество, чтобы можно было этим питаться. И второе – кофейные аппараты, кофемашины и кофейные аппараты. Вот тоже очень такой, казалось бы, да, но вот такой очень интересный источник заражения, в том числе и анаэробной флоры. Поскольку она присутствует в больнице, понятно, что там наличит большое количество антибиотиков в том числе. Поэтому она постепенно, постепенно к ним привыкает. Ну, конечно, это неправильно говорить так, что привыкает. На самом деле, просто в ходе эволюции погибают те, кто был чувствителен к этим антибиотикам, а выживают те, кто их хоть как-то могут от них защищаться. Постепенно, постепенно, долго больница находится в одном здании, там некоторые десятилетиями, некоторые даже столетиями находятся. И постепенно там вырабатывается, вот внутри этого помещения именно, там вырабатывается некая просто зверски устойчивая эволюция, которая ест вообще всё, что шевелится. И вот, что ещё с ними сделать? То есть, какая-то глобальная дезинфекция здания не совсем подходит, потому что невозможно и все трубы, это что нужно? Это абсолютно все трубы нужно поменять. Все сливы, всё остальное, иногда это нерентабельно даже. Проще построить новое здание, например. Поэтому это во всём мире большая проблема. Вот вы сказали о том, что в ходе эволюции, но ведь антибиотик, если мы размышляем с точки зрения эволюции, это такой очень долгий процесс, если мы говорим о том, как всё меняется, это там тысячи, десятки, тысяч миллионов лет. Нет, у бактерий всё просто и быстро, да? Да, у бактерий очень короткий жизненный цикл, это во-первых. Во-вторых, когда проводили такие визуализационные эксперименты, то есть, брали такую огромную чашку Петри, это Гарвардская медицинская школа делала, огромная такая, так, несколько метров, да, огромная такая, как корынца Петри, можно сказать, так, заливали питательной средой, с двух сторон помещали антибиотик, вернее, кишечную палочку, а затем вот такие вот плашки, да, и там на одной плашке было сначала однократная доза, летальная для этого конкретно микроорганизма, потом стократная, тысячекратная и в центре десятитысячекратная доза, и потом смотрели, вот как быстро эта самая кишечная палочка прорастёт до центра, то есть, как быстро образуются устойчивые штаммы. Семь-десять дней. Так что это всё очень быстро. Ну, то есть, получается, что мы не успеваем создавать антибиотики, которые могли бы побеждать вот эти все, то есть, эволюция бактерий, она идёт быстрее, чем эволюция антибиотиков. Можно так сказать? Нет, не совсем так. Антибиотики – это их оружие, это не наше оружие. Мы у них просто его взяли. И иногда, даже не всегда понимаем, как им хорошо пользоваться, как правильно пользоваться. Они его знают, они этим оружием пользуются, миллионы лет. Они ещё миллион лет назад дрались с грибами при помощи как раз вот именно этих самых антибиотиков. Это всё оттуда взято. Поэтому логично, что у них получается гораздо лучше, и устойчивость они вырабатывают гораздо быстрее. Точнее, они даже её не вырабатывают. Они просто вспоминают, условно говоря, что есть вот такой механизм защиты. Они, в принципе, известны, все эти меры. И именно поэтому сегодня мы стараемся находить новые варианты применения антибиотиков. Ну, например, доставлять их как-нибудь точечно. То есть не огромное количество этого препарата, и там в нём болтыхаются эти бактерии, некоторые его съедят и так далее. А, например, какая-нибудь система доставки в виде нанолипосомы. То есть такая сфера небольшая, сделанная из фосфолипидов, у неё есть рецептор, при помощи которого она прикрепляется к стенке бактерии. И вот туда, именно конкретно внутрь, уже прицельно впрыскивается определённая доза какого-то препарата. Вот похоже, что так может сработать лучше. Хотя, опять же, туда проще вводить тогда какие-нибудь токсины, которые будут ввивать исключительно вот эту бактериальную клетку. Даже ионы серебра срабатывали в экспериментах. На людях, к сожалению, пока не очень, но вот когда инвитро делают, или на мышах смотрят инвиво, там срабатывали ложьёны серебра, помещённые внутрь вот этих самых нанолипосом. Либо мы начинаем производить антибиотики, оно сейчас достаточно активно развивается, микрофармакология, то есть такое миниатюрное фармацевтическое производство. Сейчас, ну, скоро уже, наверное, дойдёт до того, что в любой больнице можно будет поставить какой-нибудь 3D-принтер и печатать таблетки там прямо на месте. Так вот, можно просто изменять антибиотик, это обычно такая здоровая молекула, показанная в исследовании, что можно изменять какой-нибудь радикал один, и всё, бактерия уже не сможет его распознать как следует. Она будет считать, что это новая какая-то молекула, мы можем постоянно вот эти радикалы менять, и устойчивость просто не будет успевать вырабатываться. Вот примерно так. Ну, Слеминг, он удивился бы, если бы посмотрел на ситуацию сегодня, после того, как он, в общем-то, понял, как это работает? Думаю, что удивился бы, да. Или мы далеко не продвинулись. Да, в нехорошую сторону, наверное. В хорошую сторону? В нехорошую. Не в хорошую. То есть, революция после его изобретения произошла такая, можно ли сказать? Или, в общем-то, это мы просто идём... Революция произошла, да, то есть, был расцвет антибиотиков, действительно, 60-е, 70-е годы, это был просто расцвет антибиотиков, а потом, естественно, пошло отрезвление небольшое, да, то есть, мы начали понимать, что у этой замечательной вещи есть и обратная сторона, которая очень сильно начинает на нас действовать, и вот к концу XX века, да, мы поняли, что существует огромная проблема резистентности, и сейчас принимаются как раз в ВОЗ специальные программы по этому направлению, да, то есть, чуть-чуть заранее, ещё до того, как мы уже просто потеряем возможность лечить антибиотиками, сейчас заранее начинают разрабатываться альтернативы, и по многим направлениям уже есть достаточно интересные успехи. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время, Алексей Водовозов, военврач, токсиколог, и медицинский журналист был с нами на протяжении этого часа. Спасибо, всего доброго, и до свидания. До свидания.